МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. 25 февраля руководители предприятий города собрались, чтобы разработать план общих мероприятий на 2016 год. О том, как Совет будет работать, в нашем сюжете. Председатель Совета, директор атомной станции Александр Васильев открыл первое в этом году заседание. После приветствия он вручил благодарственное письмо директору предприятия ЭЛС за выдающийся вклад в работу Совета. Третьим вопросом выбрали девиз 2016 года. Руководители решили работать под девизом «Десногорск – единая команда». Глава администрации Вячеслав Седунков предложил всем предприятиям города поучаствовать в конкурсе «Мой двор лучший» и ознакомил членов Совета с положением и условиями конкурса. Заявки будут приниматься в течение двух месяцев. ЗАО «Атомэнергостройпроект» вышел к руководителям с предложением создать на Кургане Славы музей под открытым небом. В качестве экспонатов разработчики предлагают использовать военную технику, которую поисковики подняли в раскопках с мест боёв Великой Отечественной войны. Было предложено продолжить разработку проекта в этом году. Последним вопросом был составлен график, по которому члены Совета будут объезжать дворы микрорайонов, чтобы оценить их состояние и наметить основные проблемы благоустройства нашего города. С 25 февраля в Смоленской области начала работу «Горячая линия для населения по вопросам ремонта дорог». График работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Телефон «Горячей линии» вы видите на экране своего телевизора. Также свои жалобы и предложения «Смоляне» смогут отправлять на электронный адрес. На заседании Смоленской областной думы был принят закон о мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Право на указанную меру социальной поддержки получат одиноко проживающие и неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 лет, а также проживающие в составе семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, достигших возраста 70 лет в размере 50%. Для той же категории граждан в возрасте 80 и более лет компенсация расходов составит 100%. 26 из 26 максимальное количество баллов набрал ученик 5-го Б-класса школы номер 2 Антон Ефременков в региональном конкурсе «Юный математик». Предметные испытания организовали Смоленский информационный центр по атомной энергии и областной институт развития образования. К сожалению, победитель не смог побывать 11 февраля на торжественной церемонии награждения в Смоленске. Но в ближайшее время награда, диплом первой степени, сувениры и главный приз книга «Хочу стать атомщиком» прибудут в Десногорск и найдут своего героя. Инновационное образование десногорских педагогов получило заслуженное признание. 19 февраля в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мои инновации в образовании», организована Всероссийским педагогическим собранием. Смотрите подробности в сюжете. Педагоги общеобразовательных школ, учреждения начального, профессионального и дополнительного образования, воспитатели дошкольных учреждений приехали в Совет Федерации из 37 регионов страны на церемонию награждения. Авторов лучших проектов поздравили члены жюри из Совета Федерации. Для вас, для всех этот день – это событие в жизни, он останется надолго в памяти, всегда приятно, особенно это касается педагогов, когда труд признан, когда результаты участия в конкурсе подведены гласно. Награждение проходило по четырем номинациям – образовательные технологии, воспитательная работа, творческое развитие обучающихся и управление образовательным процессом. Наши десногорские педагоги Дома детского творчества – Серкунова Алена, Долженко Елена, Калинина Евгения – были награждены дипломами второй степени в номинации «Воспитательная работа». Их две программы – по гражданско-патриотическому воспитанию «Мое Отечество» и по духовно-нравственному воспитанию «Цветик-семицветик» стали призерами. Все 83 педагога были награждены специальными дипломами. В Смоленске стали известны победители областных зимних соревнований по судомоделизму. Конкурс был приурочен ко Дню Защитника Отечества. Соревнования проходили среди учащихся 21 и 22 февраля в Смоленске. В них приняли участие 8 команд из Духовщинского, Рословского, Хислачского, Ярцевского районов и из города Смоленска. Победителями стали 47 участников. В старшей возрастной группе победу за второе место одержала команда Центра детского и юношеского технического творчества города Рословль. А сейчас новости культуры. В детской библиотеке Десногорска в память о замечательной поэтессе Агнии Барто состоялась конкурсно-развлекательная программа для воспитанников детских садов. 25 февраля гостями детской библиотеки стали воспитанники подготовительной группы детского сада «Аленка». Вместе с сотрудниками ребята вспомнили стихи всем известной поэтессы Агнии Барто, которая исполнилась в этом году 17 февраля 110 лет со дня рождения. Еще раз прочитать эти стихи, любимые нашими детками, познакомить с биографией детей, чтобы они знали больше о писателях, о поэтах. В данный момент, например, о Агнии Барто. Помимо того, что ребята узнали о жизни и творчестве поэта, их познакомили и с произведениями автора, на которые сняты фильмы и даже написаны песни. Под одну из них они смогли потанцевать. Как рассказала воспитатель детского сада «Аленка», многие ребята в этой группе уже умеют читать. И эта экскурсия в библиотеку не первая. В этом году мы уже приходим второй раз в библиотеку. Нам очень понравилось, даже мне, хотя я живу в Десногорске уже много лет, но я в детскую библиотеку. Свои дети выросли, я давно не была. Но вот здесь мимо попали, нам очень понравились, во-первых, доступность для детей, доброжелательность сотрудников. Не обошлось в этот день и без сладких сюрпризов. Ребята остались довольны путешествием в страну книг. Мне очень сегодня понравились библиотеки. Я очень люблю читать книги. Я обязательно прийду сюда с мамой. Подобные мероприятия развивают в детях желание читать и узнавать новое. Самобытную одежду разных народов можно увидеть в областном центре народного творчества. Выставка «Диалог культур» будет работать с сегодняшнего дня по 31 марта. 26 февраля при поддержке Десногорского отделения Всероссийского общества инвалидов состоялась премьера спектакля «Окно». Сценарий – постановка Александра Чигунова. Пьеса была написана уже давно. Также давно у артистов театрального проекта «Шаг навстречу» появилась идея воплотить её в жизнь. Это история двух молодых счастливых людей, ищущих смысл в жизни, и человека-инвалида, который его уже постиг. Она не оставила в зале равнодушных. Хоть и не было аншлага в этот день, но все аплодисменты и цветы зрителей – от чистых сердец и растревоженных душ. Получительная очень история. Получительная. Очень такие таланты я не ожидала. Очень понравилось всё жизненно, как в жизни, всё реально. Мне нет слов просто. Очень хорошо. В планах у театралов показать новую постановку «Землякам». Их уже ждут в Ярцево, Вязьме и Смоленске. 22 февраля на 326-м километре автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рослаль в Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 90-го года рождения, управляя автомобилем «Фиат», двигался из Москвы в сторону Рословля и не справился с управлением. В последнее время участились случаи краж сотовых телефонов у несовершеннолетних. Как обезопасить вашего ребёнка от мошенников? И со сводкой криминальных новостей вас познакомит майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 79 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 123 административных правонарушения, в том числе о нарушении правил дорожного движения 100. Задержано водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения двое. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 9 человек. За невыполнение законных требований сотрудника полиции к административной ответственности привлечен 1 человек. В настоящее время участились случаи совершения имущественных преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе в образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориях. Основными предметами преступных посягательств являются сотовые телефоны. Одной из причин, способствующих совершению преступлений данной категории, является незнание несовершеннолетними и их родителями правил поведения в общественных местах и мер по сохранности своего имущества. Чтобы не стать жертвой преступления, не следует без необходимости демонстрировать сотовые телефоны, тем более в окружении незнакомых людей. Ни под каким предлогом не давайте свой сотовый телефон незнакомым или малознакомым лицам с целью позвонить родственникам, послушать мелодию, поиграть в игру. Не оставляйте телефон без присмотра, на парте, на столике, в школьной столовой или в буфете, в спортивном зале. Не держите телефон на виду, на поясе, шнурке, так как он привлекает внимание грабителей. Не носите телефон в сумочке, лучше положите его во внутренний карман одежды. Избегайте безлюдных неосвещенных мест. Не приобретайте телефон с рук, так как при этом велик шанс купить мобильный, находящийся в розыске. Родители, по возможности ограничьте пользование телефоном малолетними детьми. Именно они являются наиболее частыми объектами преступлений, которые, как правило, совершаются путем ровка, либо посредством злоупотребления доверием подростков. Если вы стали жертвой нападения, постарайтесь запомнить внешность грабителя. Сразу же сообщите в полицию по телефону 02 или 112 или обратитесь в ближайший отдел полиции. Если преступление произошло в общественном месте, необходимо привлечь к себе максимум внимания со стороны граждан, которые могли бы оказать помощь в своевременном задержании преступников. Показать все преимущества здорового образа жизни и занятий спортом лучше всего на личном примере. Уверены молодые атомщики Смоленской АЭС. Они провели дружеский футбольный матч с учащимися школой номер 2 города Десногорска, посвященный Дню защитника Отечества. Матч был зрелищным. Школьники проявляли невероятное упорство и старание. Они хотели уступать команде молодых атомщиков, которым пришлось постараться, чтобы не пропустить мяч ворота. На память о матче молодые атомщики подарили школьной команде профессиональный футбольный мяч. Ведь для достойных спортивных результатов нужен хороший инвентарь. Закончилась дружеская встреча пикником вокруг костра, обсуждением нюансов игры и планированием новых встреч. 28 февраля ледовая арена в Рославле принимала гостей из «Орла». Матч был очень тяжелый, особенно в моральном плане. Но со счетом 4-2 победу одержала хоккейная команда «Снегири». 20 февраля в Гагарине состоялось первенство Смоленской области по борьбе самбо на призы Максимова. Спортсмены из нашего города заняли лидирующие позиции. Все они воспитанники Десногорской юношеской спортивной школы. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Этот и другие новостные выпуски вы найдете на официальном сайте нашего канала, адрес которого вы видите на экране своих телевизоров. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова